Я рад вас всех приветствовать. Сегодня я хочу вам рассказать о детском шезлонге в скобочках качели для ребеночка от компании Chico. Моделька называется Balloon. Это недорогой сегмент. В сегменте до 10 тысяч позиция находится на сегодняшний день. Но точную цену, детальные характеристики уточняйте по ссылке внизу в описании к этому видео. Ну а мы, собственно, сегодня с вами пробежимся по функционалу, посмотрим, что это такое. Кстати, в двух словах технические характеристики сразу вам назову. Производитель заявляет, что можно использовать... Давайте я уберу дугу. К ней вернемся. Производитель заявляет, что можно эксплуатировать этот шезлонг как кресло. Они прямо так и пишут, что это еще и кресло. Но вы видите, сейчас он установлен как кресло. С рождения до 4 лет. И нагрузки, которые выдерживает в режиме кресла, это 18 килограмм. А в режиме шезлонга, именно когда я опущу спиночку, здесь непосредственно 9 килограмм. Вот такая вот история. Здесь в основании установлен механизм вибрации. Когда мы ставим здесь снизу устанавливаем батарейку, и мы можем здесь включить вибрацию и выключить вибрацию. Вибрация такая нежная, приятная, легкая вибрация, чтобы ребеночек лучше спал. Не знаю, кому-то это нравится, кому-то не нравится. Но, как факт, здесь это есть. И можете пользоваться, можете не пользоваться. К дуге, как я сказал, чуть позже вернемся. Сейчас давайте по функционалу. Это у нас сейчас как кресло выполнено. Вот это все, естественно, можно снять. Но я этого снимать не буду, так красивее все это смотрится. У нас здесь ремни. Ремни здесь только с низней части можно установить. Здесь нету пятиточечных никаких ремней. Но здесь это не автокресло, чтобы здесь это было нужно ставить. Вот, непосредственно вот так снизу пристегнули ребеночка. И все, он никуда у нас не упал. Ремни, естественно, у нас регулируются по длине. Можно спокойно все отрегулировать. Вот, мягкие вкладыши, повторюсь, они вынимаются. Что касается ткани, как я только вот первый контакт был с тканью, сразу стало понятно, что эту ткань легко мыть, чистить. Ребенок все-таки мало ли чего может натворить в этом шезлонге. И это все стопроцентно нормально, легко чистится, моется. Можно, кстати, ткань всю снять, постирать, если это нужно. Так, теперь давайте немножечко о функционале. Сейчас вы видите, уже он установлен как кресло. Чтобы его поставить как кресло, здесь вот для этого существуют вот эти ножички. Если мы их убираем, он у нас превращается в шезлонг. Качение здесь механическое. Здесь нету никаких электронных штучек. Если, например, качель будет с электронным качением, скажем так, с механизмом, я думаю, она, я не думаю, я уверен, она будет стоить в два раза дороже. Это, как мне еще кажется, очень мобильная тема. Можно с собой брать в отпуска. Даже, посмотрите, я сейчас опущу, например, вот спиночку, да, вот так вот спиночку опущу. Опущу непосредственно весь механизм. Вот. И мы получаем вот такую вот плоскую конструкцию, чтобы можно было спокойно, легко транспортировать с собой. Можно купить кокон. Кстати, от Red Castle есть такая тоже штука, классная вещь. Тоже брать с собой, когда вы куда-то, ну, в отпуск куда-то летите, отдыхаете с маленьким. И вот эта вещь тоже для этого очень хорошо подойдет. Вот так спокойненько ребенок здесь может спать. Все это легко качается. Вот так мы можем приподнять. Вот так опустить. И вы не думайте, что это же здесь не дощечка, и здесь ребенок не будет скатываться. Здесь углубление, когда ребенка сажаем, он здесь нормально, полноценно сидеть будет и никуда не скатится. Просто этот угол может вам вести в заблуждение, вы можете так подумать. В общем, положение здесь элементарное. Или посадили, сделали его стульчиком, и вот так вот. Или же положили, как я только что показал. Из опций, что мне нравится, это вот эта дуга, которая идет в комплекте. Вот, собственно, здесь внутри установлены батарейки. Я перед обзором пошел, купил, установил сюда батарейки. И здесь у нас есть несколько вариантов мелодии. Давайте, я вам думаю, сейчас будет слышно их. Сейчас включу. Есть два уровня громкости. Минимальный и максимальный. Давайте, вот, например, запустим. Здесь листочки нарисованы. Как по мне, приятный звук, мелодичный. Ни надрывной, ни напрягающий. Мягкий, приятный звук. Тише сделали. Фоном играет. Здесь моргает. Здесь сзади. Это со стороны ребеночка. Вот эти части. Они тоже светятся, моргают. Ребенку интересно. Также у нас здесь есть повешенные игрушечки. Вот, вы слышите? Природа заиграла. В общем, здесь много всяких звуков. Обычная такая колыбелька. Вот она доиграет. Новая начнется. Давайте еще. Такая уже ритмичная музыка. Веселая. Явно просто, когда ребенок уже бодрствует. Так, что у нас здесь? Так, ну, собственно, и все. С режимами все. Здесь у нас на дуге непосредственно установленный набор игрушек. Игрушки здесь, если первый ребенок еще не дошли до этого, можете и не знать. Но вот продаются такие штучки, чтобы ребенок их грызть. Когда у него прорезаются зубки, ребенку это нужно обязательно. Вот спокойно он может с этим играться, грызть это все дело. Вот погремушечка тоже идет. Поэтому такая вот дуга вполне себе уместна. Она легко снимается, легко ставится. С этим проблем нет. Но единственное, ее никак у меня не получается отрегулировать. Она вот в таком состоянии, как есть. По-другому ее не отрегулировать. В общем, собственно, друзья. Элементарная вещь. Но на самом деле облегчает жизнь молодым родителям. С собой брать очень хорошо, качественно хорошо сделана, приятная музычка. Ну, как по мне, достойный вариант. Особенно очень хорошо, когда вы не знаете, что подарить друзьям там или, не знаю, племянникам, кому угодно. Когда новорожденный ребенок рождается, многие задают, соответственно, что подарить. Прекрасный подарок, который будет очень кстати родителям. Так что, друзья, все, что хотел рассказать, я вам рассказал. Ссылочка на эту позицию будет в описании. Пройдите, посмотрите. Вопросы есть, пишите в комментариях. Я на них отвечу. Ну, а вам хорошего выбора. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok